В эфире Азербайджанского телевидения новости. Я Гюляр Хатамова. Здравствуйте. Президент Ильхамалиева, первая леди Мейри Баналиева в селе Хоровлу Джабральского района знакомились со строительством частных домов и социальных объектов, приняли участие в открытии здания полной средней школы именно Мехты Мехты Задай на 960 ученических мест. Глава государства заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков общества с ограниченной ответственностью Азальсон Холдинг, а также фундамент фабрики по производству племенных яиц предприятия Хиджаз Гушчулох в селе Султанлы. Президент Ильхамалиева, первая леди Мейри Баналиева приняли участие в церемониях закладки фундамента мебельного кластера литовской компании Доминари, завода общества с ограниченной ответственностью Карабахстон, завода общества с ограниченной ответственностью Престиж Кемья в промышленном парке экономическая зона Араская долина в Джабраильском районе. Затем глава государства принял участие в открытии Центра цифрового управления Зангеландской электросети открытого акционерного общества «Азя Реших», заложил фундамент пятого и шестого жилых комплексов в городе Зангелан, ознакомился со строительством 104-квартирного жилого комплекса, строительными работами, проводимыми в Зангеландском комплексе «Отдыха». принял участие в открытии гидроэлектростанции «Сары Гэшлар» открытого акционерного общества «Азеринэжи» в Зангеландском районе. Расширенный репортаж, подготовленный в связи с этим, вы можете посмотреть в нашей сегодняшней программе. Президент Ильхамалиев поделился о своих аккаунтах в социальных сетях публикации в связи с освобождением Сугавушана. Публикация говорится. История нашей победы прошла 4 года со дня освобождения Сугавушана от армянской оккупации. Президент Ильхамалиев. Президент Ильхамалиев. Продолжение следует... 3 октября 1993 года – одна из знаменательных дат в истории современного Азербайджана. В этот день азербайджанский народ сделал выбор, определивший его дальнейшую судьбу. Набрав 98,84% голосов избирателей, великий лидер Гейдар Алиф был избран президентом Азербайджана. Убедительная победа общенационального лидера на выборах исходила из уверенности нашего народа в политической воле, авторитете, управленческом таланте Гейдара Алифа. Руководство великого вождя молодой независимой республики за очень короткое время превратило Азербайджан в влиятельную и авторитетную страну на мировой арене. Последующий этап развития показывает, что достигнутые успехи, благодаря именно личному авторитету Гейдара Алифа, вывели нашу республику в число важных мировых игроков. 3 октября 2020 год. Шел седьмой день Отечественной войны. Сегодня азербайджанская армия выдрузила азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш Карабах. Карабах – это Азербайджан. Поделился президент Ильха Амалий публикацией в этот день на своей официальной странице в Твиттер. Глава государства сообщила об освобождении азербайджанской армии татарского села Талыш, джебраильских сел Мехтели, Чахерлы, Ашага-Маральян, Шайбей и Гуджах, а также села Ашага-Абдул-Рахманлы Физулинского района. В тот победный день было восстановлено историческое название – Мадагиз-Соговышан. В течение ночи азербайджанская армия пресекла боевую активность врага на различных направлениях фронта. В результате сокрушительного удара наших войск противник понес большие потери. До 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, минометов, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 7 складов боеприпасов, более 130 единиц автомобильной техники и один зенитно-ракетный комплекс С-300. Каждый день 44-дневной Отечественной войны золотыми буквами, вписанного в историю современного Азербайджана, является героической летописью народа. Ежедневные победы завершились Великой Победой. Четыре года назад, 3 сентября, нашему народу сообщили радостные вести. Село Талыш и поселок Суговушан Ахдаринского района освобождены от врага. Радостью, слезами и счастье запомнился этот день. Субтитры создавал DimaTorzok Село Талыш и поселок Суговушан были освобождены от оккупации в один день, 3 октября прошлого года. Здесь были возведены мощные укрепления, создано несколько оборонительных линий. На всех стратегических высотах, ведущих поселок, размещался враг. Проявив большой героизм и самоотверженность, азербайджанская армия в результате ожесточенных боев освободила Талыш и Суговушан от оккупации. 3 сентября 2020 года победой завершилась наступательная операция нашей армии по освобождению села Талыш и поселка Суговушан. За эти два населенных пункта, очень важных с военно-стратегической точки зрения, шли ожесточенные бои. Географический рельеф местности, наряду с возведенными укреплениями, были на руку врагу. Возведенные противником эти укрепления, когда началась Отечественная война, находились не перед нашими войсками, а позади них. Потому что в апрельских боях линия фронта врага в Герамбойском направлении уже была прорвана. И господствующие высоты имеют для наших военных большое преимущество при освобождении села Талыш и поселка Суговушан. Первые же минуты наступления была выведена из строя боевая техника противника. Подавлены огневые точки, уничтожена значительная живая сила врага. Перед нами была большая высота. И не один, а два противника. Вражеские солдаты и местность. Мы шли на врага, базировавшегося здесь в течение многих лет, полностью экипированного. Противник четко видел наше наступление. Но, несмотря ни на что, в нас была такая вера, такая любовь к родине, родной земле. И не было никакого страха. Пролитая кровь наших братьев-шехидов не осталась неотомщенной. Поставленная боевая задача была успешно выполнена. На освобожденных ценой крови территориях нас встретили руины. Выжженная земля, разоренные и уничтоженные до основания села, поселки, города. В отличие от врагов, мы пришли не разрушать. Мы пришли строить, созидать, дарить жизнь. И мы истинные хозяева всего, что принадлежит нам по праву. А враг, пробравшийся на наши земли как хитрый лис, был и изгнан как лис. С освобождением Талыш и Суговыша. Эльнур Тофик, Эльвин Испандияров, Сабина Алиева, Новости АСТВ. Мы продолжаем наш выпуск. В Минске обсуждены перспективы развития двустороннего эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Белоруссией. Премьер-министр Алиасадов на встрече с президентом страны Александром Лукашенко передал приветствие президента Ильхам Алиева главе белорусского государства. На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружеских и партнерских отношений между нашими странами. Далегация во главе с премьер-министром посетила в Минске монумент победы, возложила венок. Прозвучали государственные гимны обоих государств. Сегодня день создания организации тюркских государств. 3 октября 2009 года по инициативе Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана была создана структура под названием Тюркский совет. Этот день был объявлен днем сотрудничества тюркоязычных государств и считается также годовщиной создания Тюркского совета. На состоявшемся в Стамбуле в 2021 году в восьмом саммите лидеров Тюркского совета официальное название Тюркского совета было изменено на организацию тюркских государств. Сегодня эта структура как союз тюркских народов с общей историей, языком и культурой и общей численностью населения около 250 миллионов человек занимает достойное место на мировой арене. Азербайджан всегда был одной из значимых стран в рамках организации тюркских государств. Страны-члены структуры обладают обширной географией, богатыми природными ресурсами, в том числе энергетическими и сильным военным потенциалом. Цель создания организации тюркских государств, членами которой являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Авенгрия и Туркнистан, наблюдателями заключаются в укреплении дружбы и братских отношений между тюркоязычными государствами. Углубление сотрудничества и содействия региональному миру и стабильности. Ранее было согласовано, что государства-члены организации будут выступать с единой позиции по вопросам внешней политики, совместно действовать в борьбе с терроризмом и преступностью, создавать благоприятную среду для торговли и инвестиций, обеспечивать всестороннее экономическое развитие, расширять сотрудничество в сфере научно-технических инноваций. Благодаря перечисленным обязательствам сегодня расширяются и укрепляются связи между странами-членами организаций тюркских государств в политической, экономической, культурной и военной сферах. Все это содействует росту международного авторитета структуры. За 15 лет после своего создания организация тюркских государств прошла большой путь развития. Освобождение Азербайджаном своих оккупированных территорий укрепило чувство уверенности в тюркском мире. Об этом заявил руководитель делегации Великого национального собрания Турции в парламентской ассамблее НАТО Мевлуджаву Шоглу в своем интервью азербайджанскому телевидению. Он также отметил, что тюркский мир постепенно становится экономическим центром. Действительно пройден большой путь. Тюркские страны укрепили организацию, действующую в Азербайджане парламентская ассамблея, фонд тюркского наследия, также благодаря принятым в последнее время решениям создания фонда организации, совета старейшин и другие дали прочную основу для дальнейшего развития организации тюркского сотрудничества, которая сегодня признана в мировом сообществе и имеет высокий авторитет. Особо следует отметить, что освобождение братским Азербайджаном своих оккупированных территорий показало всему миру силу тюркского мира. Наряду с этим укрепилась уверенность в своей силе стран-членов организации. Это означает, что в случае возникновения той или иной проблемы, все страны-члены организации готовы для совместного ее решения и тем самым продемонстрировать силу и сплоченность тюркского мира. Приостановив наземную операцию, израильская армия активизировала в Ливане воздушные удары, объявив об обстреле зданий муниципалитета, которые ХСБУЛА использует как склад боеприпасов. С другой стороны, Ливан нанес авиадар по израильской территории. В течение часа было выпущено более 50 ракет. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с напряженностью на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта между Израилем и ХСБУЛАЙ, Европейский Союз выделил Ливану дополнительно 30 миллионов евро гуманитарной помощи. Таким образом, объем выделенной структуры в текущем году помощи для удовлетворения потребностей населения Ливана превысил 100 миллионов евро. Выражая серьезную обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привлекла внимание на важность принятия мер по защите мирного населения, призвала к прекращению огня на границе с Ливаном и в секторе Газа, а также к освобождению всех заложников. Израильская армия нанесла авиаудары по зданию Мерии в городе Бинджбейль на юге Ливана. В результате погибли 15 человек. По информации Сил обороны Израиля, это были боевики Хэзболэй, а здание использовалось для хранения боеприпасов. В результате авиаударов по центру Бейрута погибли 6, ранено 11 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Всего за последние сутки удары израильской армии по Ливану унесли жизнь 46 человек, 85 ранены. Из Ливана был нанесен авиаудар по израильской территории. Армейская пресс-служба сообщила, что за последний час по северу страны было выпущено более 50 ракет и два беспилотника. Всего за сутки количество ракет, выпущенных в направлении Израиля, достигло 75. И на российско-украинской войне продолжаются взаимные авиаудары. В результате атаки по Харьковской области Украины было ранено большое число мирных жителей. Украинская армия с другой стороны утверждает, что подбила российскую радиолокационную систему стоимостью 100 миллионов долларов. В российско-украинской войне продолжаются взаимные воздушные удары. Россия с топитью беспилотниками типа Шахет атаковала ночью 15 регионов Украины, в том числе Киев. Об этом сообщили военно-воздушные силы Украины. В воздухе было сбито 78 дронов Камикадзе. В связи с атакой беспилотников в Киеве в течение пяти часов была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что ни один из дронов не достиг цели. Харьков же был атакован управляемой авиабомбой. Разрушен пятиэтажный жилой дом. Пострадали не менее 12 гражданских лиц. Тем временем вооруженные силы Украины нанесли баллистическими ракетами атакам с удар по российской радиолокационной станции НЕБМ. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил Украины. Отмечается, что уничтожение этой станции должно снизить возможности российской армии по обнаружению, отслеживанию и блокированию аэродинамических и баллистических целей. По информации украинских военных, в России осталось таких 10 систем, стоимость каждой из которых превышает 100 миллионов долларов. Минобороны России в свою очередь сообщило, что на территории Федерации было сбито 113 украинских беспилотников самолетного типа. В связи с массовой атакой беспилотников, несколько часов были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска. Хавер Алиева, Сабина Алиева, Новости АСТВ. Воскресенье в 18.00 ждем вас на площади Республика. С таким призывом выступил архиепископ Баграт Голстанян в эфире общественного телевидения Армении. Ты пришел к власти путем обмана, захвата власти, свержения, конституционного строя. Ты не власть, заявил Голстанян, подчеркнув, что обычно власть реализует поставленные задачи и программы. Это выступление архиепископа состоялось после шествия антиправительственных сил в здание общественного телевидения Армении. Испугавшись захвата здания телевидения, власти направили на место полицейских. После длительных переговоров руководителю акции архиепископу Баграту Голстаняну была предоставлена возможность дать интервью телеканалу. В эфире новости. В Ахдаринском селе с Ирхавянтом дорожены массовые захоронения. На протяжении месяца здесь проводились раскопки. В ходе поисковых работ, которые велись в шести точках, были обнаружены фрагменты человеческих костей. Предполагается, что на этой территории могут быть обнаружены еще человеческие останки. Сегодня участники международной конференции на тему решения проблемы пропавших без вести. Право семей на правду вместе с представителями аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посетили место массового захоронения. Бакинская неделя климатической деятельности продолжает свою работу. В четвертый день мероприятий состоялись панельные сессии и круглые столы на различные темы. В центре внимания мероприятия тема о роли высшего образования в климатическом переходе, зеленой экономике, зеленом рынке труда. В этом направлении изучается роль университетов, научно-исследовательских институтов, технических учебных центров. Обсуждение послужит платформой для дальнейшего укрепления приверженности к климатическим действиям и сотрудничеству. Восстановление экосистемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана требует больших ресурсов и времени. Об этом заявил председатель счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на ежегодном собрании рабочей группы по экологическому аудиту Европейской организации высших органов финансового аудита в Баку. Он отметил, что на восстановление этих территорий в 2021-2024 годах из государственного бюджета выделено более 10 миллиардов долларов, что определяет новые задачи перед ведомством. Вюгар Гюльмамедов также подчеркнул, что Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире и, предположительно, на наших территориях установлено более полутора миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов. Минная опасность делает невозможным использование освобожденных от оккупации территорий для проживания, сельского хозяйства и восстановления экосистемы. 75% водных ресурсов составляют трансграничные реки, образующиеся за пределами нашей страны. Засуха и использование этих вод соседними странами приводит к сокращению запасов трансграничных рек еще до того, как они попадают на территорию Азербайджана. На мероприятии с участием более 50 представителей высших органов аудита из 19 стран обсуждаются темы, связанные с проблемами экосистемы. На сегодняшнем мероприятии мы поделимся опытом с государственными членами. Надеемся, что благодаря идеям, предложениям и опыту в здешней практической среде мы будем совершенствовать нашу практику аудита в сфере охраны природы. Тем самым внесем вклад в жизнь наших граждан. Я высоко оцениваю организацию этой конференции в Баку. На двухдневном мероприятии мы обсудим актуальные проблемы и попытаемся найти пути их решения. Это для нас также прекрасная возможность поделиться своим опытом. Проведение подобных мероприятий особенно актуально в условиях глобального потепления. В Баку начала работу субрегиональная конференция ЮНЕСКО «Волго-Каспийский коридор шелкового пути» – вторая ежегодная субрегиональная конференция. На мероприятии подчеркнули значимость масштабной программы номинирования памятников трансграничного шелкового пути в список всемирного наследия, инициированный комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. Была отмечена важность программы в популяризации на мировом уровне богатого культурного наследия стран, расположенных на шелковом пути. Подчеркивалось, что этот путь играет также объединяющую роль в экономической и культурной сферах. На конференции участвуют представители Казахстана, Туркменистана, Англии, Японии, России, Ирана. В переходе к зеленой экономике, а также трансформации глобальных организаций, не отвечающих требованиям этой концепции, важно повышение роли государства. Об этом говорили участники Международной научно-практической конференции ЮНЕК «Зеленая экономика. Наука, образование и инновации», посвященной КОП-29. Отмечалось, что превращение ЮНЕК в зеленый университет к 2030 году является стратегической целью. Было подчеркнуто, что необходимо применение новых подходов в борьбе с изменением климата. На конференции представители Турции и других стран поделились своим опытом по концепции зеленой экономики. Мероприятие участвуют представители Германии, Австрии, страны СНГ, профессорско-преподавательский состав престижных университетов. Высока вероятность, что представленные здесь доклады будут опубликованы в зарубежных изданиях. Основная цель конференции – поделиться опытом, знаниями, результатами научных исследований в сфере зеленой экономики. Отныне лица, получающие амбулаторные лечения, будут обеспечены лекарствами в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом говорили на заседании парламентского комитета по здравоохранению. Поправки в закон об охране здоровья населения и о медицинском страховании предусматривают удовлетворение потребностей населения в лекарственных средствах, повышение их доступности и качества. В ходе обсуждений также рассматривались вопросы расширения системы медицинского страхования, сотрудничества между государством и частным сектором, а также были выдвинуты конкретные предложения. Иногда пациенты длительное время остаются в стационарах, поскольку получают здесь лекарства. Сегодня обеспечение амбулаторий, поликлиник лекарственными средствами позволит существенно снизить нагрузку на больницы и клиники. Продолжительность пребывания пациентов в больнице также станет короче. Я не думаю, что люди смогут пойти и купить нужные лекарства в аптеках. Скорее всего, обязательное медицинское страхование заключит договоры с аптеками. Лекарственные препараты, входящие в пакет услуг обязательного медицинского страхования, будут предоставляться амбулаторным пациентам за счет страховки. Вносятся изменения в законы о правах ребенка и о социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей. Проект обсуждался на заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Отмечалось, что новый документ нацелен на дальнейшее укрепление прав детей, повышение их социальной защиты и улучшение правовой среды. С введением изменений будет усилена поддержка детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроекты рекомендованы на пленарные заседания в первом чтении. Результаты мониторинга по реализации прав детей во всех сферах будут комплексными. И это позволит решить существующие проблемы в случае их выявления. Такие мониторинги проводились только в госучреждениях, что затрудняло изучение состояния служб в стране. Для устранения правовых аспектов этих проблем необходимо внести изменения в закон о правах детей. На этом наш выпуск подошел к концу. Благодарю за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова